МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. Студии Василий Хатензейский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Посты эпидконтроля в аэропорту Наринмара и на площадках в селах округа сняты. Карантин для лиц, близко контактировавших с заболевшими. Коронавирусной инфекцией снимается. 18 ленивоческих хозяйств округа завершили убойную кампанию. Новый порядок предоставления субсидий из окружного бюджета позволил снизить цены на мясо. Стартовал прием заявок на конкурс местных инициатив. В этом году его фонд составляет порядка 22 миллионов рублей. Отмена работы постов в аэропорту Наринмара и на посадочных площадках в селах. Снятие карантина для близко контактировавших с заболевшими и новый алгоритм выписки больных со штаммом Омикрон. Эти и другие темы обсудили в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Далее все подробности. За прошедшие трое суток в регионе зарегистрирован 321 случай заболевания COVID-19. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения, сейчас на лечении в стационаре окружной больницы находится 53 пациента с коронавирусной инфекцией. Четверо из них в реанимации. Еще 1075 жителей лечатся на дому. Изоляция для лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусом, в России отменена. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой было опубликовано на интернет-портале правовой информации в субботу, 5 февраля. Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть 6 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Текущую ПИД-обстановку в регионе и нововведения обсудили на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу под председательством губернатора Неницкого автономного округа. Начиная с воскресенья, действительно, контактные теперь не нуждаются в карантине. И мы понимаем, что те решения, которые мы приняли и в отношении школ, что с сегодняшнего дня у нас начинают учиться ребята с 1 по 4 класс и 9 и 11. И у нас есть возможность нормально организовать учебный процесс, потому что, поскольку до этого многие учителя, они оказались на карантине как контактные. Теперь, теперь, эти все, кто контактирует с больными, не попадают на карантин и могут вести совершенно нормальную жизнь, трудиться, работать. И это, безусловно, очень хорошо. С 6 февраля также вступают в силу новые правила выписки пациентов с коронавирусом. Если лечение больного длилось 7 дней и более, то для его выписки не потребуется отрицательный тест на COVID-19. В случае, если лечение заняло меньше недели, то для выписки необходимо будет сдать тест и получить отрицательный результат. Больничные листы дистанционно еще и снимаем нагрузку с наших врачей, медицинских работников, в которых, может быть, нуждаются те, кто только заболел сейчас. Поэтому обращаю еще раз внимание. Больничные листы закрываются дистанционно, без прихода в поликлинику. Просто дистанционно должна быть возможность закрыть больничные листы. Также в ходе штаба глава региона предложил снять пост контроля в аэропорту Наринмара. Тогда, когда у нас практически не болели в округе, в городе, этот пост защищал нас от проникновения вируса в округ. И действительно, довольно много вылавливал больных коронавирусом. На сегодняшний день основное количество больных в городе. И распространение идет тоже в городе. Смысла держать пост в аэропорту и создавать лишние неудобства для жителей, и тех, кто прилетает, и тех, кто стоит на этом посту, наверное, нет. Решение было принято оперативно. В этот же день наша съемочная группа встречала пассажиров, прибывших в аэропорт Наринмара из Архангельска. Пост эпидконтроля к тому времени уже был снят. ПЦР-тесты и QR-коды никто не проверял. В 18 хозяйствах Ненецкого округа убойная компания завершена. В этом году она стартовала 22 октября. Первыми к заготовке мяса приступили оленеводы СПК «Ижемский оленевод». Реализовывать мясо «Ижемский оленевод» планируют частично через мясокомбинат и другие торговые точки, а также напрямую продавая населению. Субсидия, конечно, поможет. Потому что субсидируется, допустим, это комбинат, мы даем не очень дорога. Насчет субсидии вот так нормальная цена получается. Изменение в действующий порядок субсидирования было инициировано руководителями оленеводческих хозяйств. Поручение внести изменения в порядок дал профильному ведомству глава региона. Теперь все окружные СПК будут получать субсидию в размере 150 рублей за килограмм оленины. Субсидия будет распространяться на все мясо, которое было заготовлено в эту убойную компанию. Денежную компенсацию получат и те производители, кто сдают оленину на переработку на мясокомбинат, и те, кто занимается собственной переработкой и реализацией продукции. Очень порадовало то, что наконец-то мы все-таки добились того, что в этом году субсидии у нас будет 150 рублей на мясо, которое мы сдаем на мясокомбинат, потом на мясо, которое перерабатывается в собственной переработке и на сторону. Значит, мы 1 февраля, как это все устаканило, сделали мясо в своем магазине дешевле. Значит, тушеное мы продаем по 230 рублей, а пиленое продаем по 250 рублей. СПК «Харп» в эту убойную компанию заготовил более 6 тысяч голов оленей. Получено 176 тонн мяса, большую часть которого хозяйство сдало на переработку на мясокомбинат. Еще 70 тонн хранится в холодильнике. Населению оленина реализуются уже с учетом субсидии. С этим решением мы не только поддержали оленеводов, но и сделали оленину для жителей нашего округа более доступной. И очень надеемся, что многие вернутся к ее потреблению. Что оленину будем кушать больше – это хорошее, лидическое, нужное мясо. Кроме того, в эту убойную компанию акционерное общество «Мясопродукты» заключило договоры со всеми оленеводческими хозяйствами, планирующими направить сырье в промышленную переработку. На сегодняшний день мясо поступает очень хорошее и качественное. Нас это радует. Договоры мы заключили предварительно на 540 тонн. Потом, с учетом того, что нужно было больше закупать, были соответствующие поручения губернатора. Мы их, конечно, не могли, не прислушиваться этих поручений. Мы нарастили объем закупок до 656 тонн. Гарантированно мы копим 700 тонн. По словам генерального директора акционерного общества, предприятию катастрофически не хватает холодильных мощностей. Сейчас ведется работа по модернизации складских помещений для хранения консервированной продукции и холодильных установок. Прорабатываем сейчас технологии по увеличению сроков хранения на консервную продукцию, тушенку в конкретности. При достижении технологии хранения тушенки от 3 до 5 лет, мы уже имеем возможность вхождения в бюджетную сферу государственных структур. Это Министерство обороны, это Росгвардия, это Госрезерв. Предварительно работа уже проведена соответствующими структурами, сейчас уже ведется документальная работа. Также ведется работа с Росрезервом и Министерством обороны в части поставок оленины для нужд армии. Решается вопрос об увеличении сроков хранения тушенки. Сроки хранения мяса уже увеличены. Всю потребность оленеводов, которую хотели они направить на мясокоминад, мы закрываем полностью. Для того, чтобы не допустить такие случаи в перспективе, у нас заблаговременно были начаты мероприятия по модернизации холодильных мощностей. Конкретно сейчас руководством мясокоминады принимаются меры, чтобы дополнительная емкость появилась для 200 тонн. А в перспективе мы летом обеспечим возможность, проектные работы идут, будет инициировано строительство новых холодильных мощностей. Таким образом, на мясокомбинат планируется направить порядка 750 тонн мяса оленины. По предварительным итогам убойной компании этого объема сырья достаточно, чтобы обеспечить жителей региона мясной продукцией. Если говорить об убойной компании, в целом она прошла без происшествий, успешно. Вертолетная техника, которую использовали Ми-26 для доставки оленины, отработали также хорошо. Мы использовали ее для вывоза мяса у небольших хозяйств, потому что для небольших хозяйств даже несколько тонн мяса – это критически важно с точки зрения экономики. То есть, доставляя вертолетом, мы сохраняем целостность продукции, она меньше портится и в большем весе поступает на мясокомбинат. Это позволяет хозяйствам больше на ней зарабатывать. На сегодняшний день заготовка мяса продолжается в сельхозпроизводственном кооперативе «Дружба народов». С каждым годом населенные пункты в округе преображаются. Появляются новые детские площадки, парки и скверы. Все это становится возможным благодаря поддержке из окружного бюджета. Так, с 13 января стартовал прием заявок на конкурс местных инициатив. В этом году его фонд составляет порядка 22 миллионов рублей. О том, какие проекты можно представить на конкурс, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. За несколько лет рабочий поселок Искателей заметно преобразился. Появились пешеходные дорожки, аллея, памятники и многое другое. Так, благодаря конкурсу местных инициатив в этом году в поселке на средства субсидий благоустроят две общественные территории. Проведут работы по отсыпке и выравниванию дороги между центральной поликлиникой и торговым центром «Хороший». А также появится вместительная парковка. Это возле сада гнездышко сделать стоянку, потому что нужна стоянка для садика, ее там нету. Сделаем стоянку, стоянка обойдется в общей сумме будет миллион шестьсот. Это возле садика гнездышко. Там произойдет, что выровняем по горизонту, сделаем стоянку, она будет щебеночная, чтобы песок, не оставалась вода. Ну и освещение будет на ней, будет нормальная, красивая стоянка. Сейчас в планах администрации поселка заявить еще два проекта на конкурс местных инициатив. У нас в текущем году принято решение об увеличении суммы в связи с тем, что проекты бывают значимые, и сами муниципальные образования вышли с инициативы увеличения сумм. Тем более, что строительные материалы, они достаточно подорожали в прошлые годы, поэтому сумма была увеличена с одного миллиона до двух. Далее, сейчас у нас еще добавлена одна позиция направления расходования средств – это по поддержке и обеспечению первичных средств пожаротушения. То есть на эти цели тоже муниципальные образования могут тратить деньги. На конкурс можно предоставить проекты по уличному освещению, благоустройству улиц, дворовых территорий, площадей, набережных, озеленению территорий, включая парки и скверы, созданию и обеспечению функционирования автостоянок, детских игровых площадок, мест массового отдыха населения, обустройству контейнерных площадок и так далее. Например, инициативная группа жителей Малого Качгарта на конкурс предоставляет проект второго этапа обустройства детской игровой спортивной площадки. Он предполагает подсыпку территории, укрепление откосов георешеткой, ограждение, а также установку малых архитектурных форм. В чем прелесть этого конкурса в том, что здесь как раз местные инициативы, инициативы граждан, то есть граждане могут обратиться к главе муниципального образования с инициативой. Дальше на внутренних советах принимается решение, поддерживается и дальше уже этот проект реализовывается. Выдвинуть и поддержать свои проекты вышли с инициативой жители нескольких домов по улице Ваучейского. Мы решили подать на конкурс сразу два проекта от Портового избирательного округа. Первый проект – это Ваучейского, 22. Здесь мы хотим сделать тротуар, он у них узкий, страшненький, освещение, добавить лавочек. А второй проект – это Ваучейского, 10, 12, 14. У них во дворе стоит очень грустная детская площадка, на которую страшно на самом деле отпускать детей. Я думаю, что вот такими шагами, в том числе и посредством местных инициатив, мы приближаем, чтобы в центре города Ваучейского пересечения, Нинницкий, у нас будет благоустроена дворовая территория. На конкурс сельские муниципальные образования могут представить не более трех проектов. При этом на один населенный пункт только один проект. Город Наринмар – четыре проекта. Поселок Искателей – не более двух. За счет окружного бюджета муниципальное образование получает 89%. Оставшуюся сумму делится за счет местных бюджетов, и в том числе не менее 1% – это вклад самих граждан, это может быть трудовой, это может быть финансовый вклад. Это могут участия индивидуальные предприниматели, помочь, так сказать, в реализации данного проекта. Добавлю, конкурс по инициативному бюджетированию проводится в округе с 2017 года. В 2021 году департамент подписал 30 соглашений с 14 муниципальными образованиями на общую сумму 23,4 миллиона рублей. Напомню, подать заявку на конкурс можно до 11 февраля. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Номер один. В первую субботу февраля школа имени Спирихина отмечает день школы. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, 33 года назад, ученики переступили порог нового здания, в котором продолжают учиться до настоящего времени. Наталья Дуркина продолжит тему. Ольга Ястрикова, закончив первую школу, поступила в педагогический институт, после окончания которого 11 лет работала в Красноярском крае. Но всё равно родной Нарин Мар манил её обратно. Ольга вернулась в округ. Говоря о том времени, когда я была ученицей первой школы, не могу не вспомнить тот классический образ школьного учителя, который сохранился в моей памяти. Да, это были учителя высочайшего уровня профессионализма. Это был учитель в самом настоящем смысле этого слова. У нас были тоже традиции, которые, безусловно, отличались от традиций сегодняшнего времени в каких-то отношениях, потому что новое время – новые песни. Но сохраняется, наверное, дух первой школы. Первый выпуск в школе был предвоенный. Шёл 1937 год. За всю историю стен школы было выпущено более 5,5 тысяч учеников. Это огромное количество людей. Многие из них люди очень известные и знаменитые. Там есть доктора науки, кандидаты науки, и профессора, и генералы есть свои. То есть в этом отношении самые разнообразные люди заканчивали школу. Первая школа в регионе известна своими сильными учениками. Ежегодно ребята сдают единый государственный экзамен на высокий балл, в чём, несомненно, заслуга учителей. Ежегодно фиксируются лучшие результаты по ряду дисциплин, имеется в виду. Это по единому государственному экзамену. Это, в частности, была и математика. В то время у нас 100 баллов была. У Данила Фишера у нас были и ребята, имеющие 100 баллов по русскому языку. И по информатике у нас ребята набирали 100 баллов. То есть, в общем, всё-таки есть некая стабильность. Стабильность – это, в общем, признак действительно уверенности в себе, наверное, отчасти говоря. Поэтому школа работает, и мы, в общем, стараемся поддерживать ту марку «Школа номер один», которая была задана ещё давно-давно-давно. Добавлю, в апреле 2022 года первая школа отметит свой юбилей – 90 лет. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Количество дорожно-транспортных происшествий в Нарьинмаре значительно выросло с начала нового года. Если в январе прошлого года ДТП с пострадавшими не было, то в этом уже четыре случая. Тему продолжит Александра Литкова. Несоблюдение скоростного режима, погодные условия, наезд на препятствие или другое транспортное средство – это наиболее частые причины происшествий на дорогах Нарьинмара. Ещё ряд нарушений, которые могут привести к авариям, выявляются в ходе профилактических рейдов сотрудниками ГИБДД. Например, наиболее часто встречающиеся – неиспользование ремней безопасности и тонировка стёкол машины, которая может быть опасна, особенно в тёмное время суток. За один рейд инспекции было выявлено пять автомобилей с таким нарушением. Ширина тонировочной полосы в соответствии с основными положениями по допуску транспортного средства к эксплуатации должна быть не более 15 сантиметров. У него, получается, вышло 20. Штраф за данное нарушение – 500 рублей и 10 дней на устранение. Ещё одной причиной дорожных происшествий являются нарушения ПДД пешеходами, которые нередко переходят дорогу в неположенных местах, а также, не убедившись в том, что водители их пропускают, начинают движение. Больше от пешеходов происходит. Они переходят дорогу, они даже не смотрят по сторонам. Вот есть пешеходный переход, они идут, то есть авария в основном из-за пешеходов. Ну и водителям быть внимательнее. Потому что переходя через дорогу, надо, как у нас сказано в правилах, посмотреть налево-направо. Они не смотрят, они сразу идут напрямую, как бы, зная, что, как сказать, что я, как бы, переход. И они обязаны, то есть мы обязаны их пропустить. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда аварий с пострадавшими не было зафиксировано, в январе этого года произошло уже четыре таких ДТП. Для профилактики на регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия. Тем не менее, дорожных происшествий на транспортных артериях окружной столицы меньше не становится. Да, у нас, к сожалению, на территории Ненецкого автономного округа в январе месяце наблюдается увеличение аварийности как с пострадавшими гражданами, так и с материальными ущербами у ДТП без пострадавших. Поэтому вновь, как главным государственным инспектором Ненецкого автономного округа, принято решение одной из направлений профилактики обеспечения безопасности дорожного движения проводить регулярные рейды для следовоявлений административных правонарушений водителей. Для того, чтобы нам профилактировать аварийность на территории округа и не допускать дорожных транспортных происшествий. Добавлю, по итогам рейдового мероприятия «Водитель-пешеход» всего было проверено 55 транспортных средств. Выявлено 27 административных правонарушений, среди которых управление автомобилем без водительского удостоверения, неиспользование ремней безопасности. Александра Литкова, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.